В прямом эфире Якутия 24 вы смотрите итоги дня в студии Влад Давыдов. Добрый вечер. Исторический рекорд за Владимира Путина проголосовали более 56 миллионов россиян. День выборов в Якутии. Как это было? Игрушка, тренирующая детское мышление, логику и внимание. Врач-невролог в Якутске разработала проект для детей с проблемами развития речи. Как это работает? 25 лет СОБРУ. Специальный отряд быстрого реагирования Якутии «Алмаз» отмечает знаковую дату. Репортаж о белитном спецподразделении. Безопасные каникулы. Акцию под таким названием проводит ГИБДД по республике. Цель – профилактика детского травматизма на дорогах. И диагностика одного дня. На базе женской консультации города Нерингре послезавтра начнется работа по новому направлению комплексного медобследования. На выборах президента Владимир Путин установил исторический рекорд по количеству голосов избирателей. За действующего главу государства проголосовали более 56 миллионов. Это свыше половины всех россиян, которые могут голосовать. После обработки 99% у Владимира Путина – 76,5%. О том, как в день выборов голосовала Якутия, в обзоре Саргалана Захаровой. Сейчас в республиканском медиа-центре уже тихо и спокойно. Но в день и в ночь голосования здесь жизнь била ключом. Журналисты, в том числе и наша съемочная бригада, непрерывно следила за ходом голосования каждые два часа. Центральная избирательная комиссия обновляла информацию. А за моей спиной находится студия, откуда мои коллеги, корреспонденты и ведущие Якутия-24 практически каждый час с 8 часов утра до 3 часов ночи выходили в прямой эфир. И доставляли до наших зрителей только самые актуальные данные. Алексей, доброе утро. В эти минуты началось голосование в республике. На 12 часов дня около 180 тысяч жителей уже проголосовали. Да, добрый вечер, Александр. В столице уже 8 часов вечера и все избирательные участки в республике уже закрылись. Данные менялись по республике ежечасно. Явка росла уже к середине дня. Якутия переступила порог в 50%. В некоторых округах столицы в 15 часам наблюдалась стопроцентная явка. За ходом голосования наши коллеги следили и в районах республики, и даже за ее пределами. Сначала это было так. Я пойду на выборы, пойду на выборы. Очень-очень волнительно. Потом прихожу, успокаиваюсь, зная уже точно, за кого буду голосовать. Я хочу, чтобы у нас был хороший президент. Я считаю, что долг каждого гражданина – ходить на выборы. Активнее всего день начался у северных районов. Аннабарский улус стал лидером по явке избирателей и держал эти позиции до самого конца голосования. Но не обошлось и без сообщений о нарушениях. Так, в одном из избирательных участков депутатского жители Якутии возмутили действия одного из сотрудников комиссии. На видео мужчина закидывает в урну сразу несколько бюллетеней. Как позже выяснили в ЦИКе, представитель комиссии просто-напросто перепутал порядок внесения голосов работников участка, который голосовали досрочно. На муниципальных выборах это происходит, как только участок открывает свои двери, а на президентских – в конце дня. Председатель это гласно все объявил и официально это вложил. Поэтому никто из присутствующих наблюдателей, никто там не жаловался. Дальше все прошло относительно спокойно. Серьезных нарушений не наблюдалось. В три часа ночи по якутскому времени, когда в стране закрыли самые последние участки, комиссия объявила окончательные данные по явке избирателей. Якутия в тройке лидеров по активности избирателей на Дальнем Востоке. Впереди только Чукотка и Магаданская область. Там по 82 и 71 проценту явки соответственно. Но для республики с количеством избирателей более 633 тысяч человек. Не сравнится, например, с традиционно активным чукотским автономным округом, где население в десятки раз меньше. Окончательные итоги голосования станут известны только в конце недели, когда ЦИК России получит протоколы со всех субъектов страны и зарубежных избирательных участков. Сырглана Захарова, Оксана Устинова, Павел Пахомов, Якутск. Помимо выборов 18 марта в пяти городах Якутии проводилось рейтинговое голосование по отбору общественных пространств. Отбор проходил в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Горожане активно приняли участие в этом голосовании. В столице республики они могли выбрать до пяти из восьми вошедших в рейтинг проектов. Наибольшее число голосов 19 тысяч жителей столицы отдали за проект ворота Якутска. Такие города, как Ленск, Алдан и Мирный набрали где-то порядка 9 тысяч голосов от своих горожан. Город Нерингри где-то 16 тысяч человек проголосовало. В городе Якутске проголосовало порядка 40 тысяч человек. Победителем являются все территории. Что такое приоритет? Какая территория наиболее приоритетна? На нее, конечно, больше акцент будет и большее количество денег выделено. Такая задача поставлена из этих восьми территорий, но практически все проекты будут реализованы в 2018-2019 году. Подсчет голосов по проекту о формировании комфортной городской среды завершился и в Ленске. Из пяти предложенных под благоустройство территорий наибольшее количество голосов получил проект обустройства центральной площади Ленина. Свои голоса за него отдали более 3 300 жителей Ленска или около 37% от общего числа проголосовавших. Чуть меньше, буквально в полтора процента, голосов ленчане предложили за проект благоустройства городского парка культуры и отдыха. За него отдали голоса около 3 200 избирателей. На третьем месте проект обустройства центральных площадок в микрорайонах города. Всего в голосовании приняли участие около 9 000 человек. Голосование показало, что ленчане очень активные. Поэтому, конечно, у нас сейчас начнется большая работа по выполнению рабочей документации, проектной документации. Сметную часть проекта мы должны обязательно дать на государственную экспертизу, получить там положительное заключение. И в течение благоустроительного сезона 2018 года завершить работы по благоустройству территории победителя. День выборов президента России в столице страны завершился праздничным митингом, посвященным четвертой годовщине воссоединения Крыма с нашей страной. Именно 18 марта 2014 года этот вопрос был решен окончательно. Накануне на Манежной площади Москвы собрались тысячи москвичей и гостей столицы, представители национально-культурных объединений, общественных организаций и госучреждений. Якутию представлял коллектив постоянного представительства Якутии при президенте России. Добрый день, дорогие друзья. Мы отмечаем памятную для всех нас, россиян, дату. День воссоединения Крыма с Российской Федерацией. И мы, якутяне, не могли пройти мимо этой даты, поскольку история Якутии, история Крыма, тесно связаны вот уже много веков. Мы помним, как наш якутский пехотный полк 359 дней оборонял Малахов Курган во время Крымской войны. Мы помним, как наши офицеры освобождали Крым во время Первой мировой войны. Мы помним, как в 1944 году наши земляки якутяне в составе отдельного приморской армии освобождали Крым и Севастополь от фашистских захватчиков. Мы для нас, для всех очень памятные и дорогие многие места в Крыму, такие как Ласточкино гнездо, Алубка и многие другие. А город Севастополь и город Якутс давно стали городами-побратимами. Совпало два события, исторические для России. Это присоединение Крыма к России и выборы президента Российской Федерации. Мы присоединяемся ко всем россиянам и солидарны, и желаем России процветания, дружбы народов. Якутия всегда вместе с Россией. Уруй, Байкал! Уруй, Байкал! Уруй, Байкал! 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 К другим темам гидрометеослужбы прогнозируют заторы в Якутске во время весеннего половодия. В столичной мэрии сотрудники МЧС, синоптики и представители округов города отчитались о подготовке к скрытию Лены. По информации докладчиков, на всем протяжении реки толщина льда выше нормы. К тому же осадки в виде снега превышают среднегодовую норму. В зоне наибольшего риска находятся два дома в селе Хатаса и три дома в селе Пригородное. Сообщается, что все службы Якутска готовятся к прогнозируемым трудностям. Так запланировано создание трех постоянных постов гидрологического наблюдения. Подготовлены эвакопункты и запасы чистой питьевой воды. Работу больницы и поликлиник будут оценивать. Минздрав России предлагает оценивать комфортность и удобство по таким критериям, как открытость и доступность информации о медорганизации. Следом идет время ожидания приема, чистота в медучреждении, есть ли где посидеть, а в стационаре есть ли необходимые лекарства и хорошо ли там кормят. Среди критериев также доброжелательность и вежливость медперсонала. Оценивать работу врачей и медучреждений начали с 2014 года. Как сообщает Минздрав, сегодня такой независимой оценкой охвачено 100% в медучреждении, оказывающих услуги в рамках обязательного медстрахования. В Якутии сегодня отмечают День Арктики. Напомню, что указ об учреждении этой даты глава региона Егор Борисов подписал еще 4 года назад. Как известно, к арктическим и северным территориям относятся 13 районов республики. Из них 7 полностью находятся за линией Северного полярного круга, а другие 6 его пересекают. Для проведения научных исследований, которые способствуют развитию арктической зоны страны в целом, в республике создан исследовательский центр по развитию Арктики и Севера. Центр курирует работу в области технических, экономических и естественных наук. В Уснере Аймаконского улуса начали очистку улиц от грязного льда. Напомню, что в этом году в поселке сложилась чрезвычайная обстановка, связанная с разморозкой станции напорной канализации. В результате этого были подтоплены многие придомовые территории. Репортаж нашего корреспондента Светланы Поцелуевой. На этот адрес мы выезжали не один раз. Дом подтапливало зачастую так, что жильцы не имели возможности даже выйти из подъезда. Сын у меня с форчки вышел, раскопал, это было замерзшее, но не полностью, еще вода была. Толщина фекального льда хорошо видна в кадре. Жалко, что деньги уходят на последствия этих ситуаций. Хотелось бы, чтобы деньги пошли в поселок эти, на озеленение хотя бы, на строительство дорог. Надеемся, что маленько приберем, чтобы меньше было этого запаха. Основная проблема поселковой администрации – отсутствие техники. Для проведения работ приходится нанимать частников, либо арендовать технику предприятий, что довольно проблематично. Вот, 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 вчера вывезли, вывезли машину. Вчера с детской площадки вывезли, снег убирали. Предприятие, имеющее возможность предоставить эту технику, относится к нам с пониманием, оказывает нам всестороннюю помощь. Надеемся, что к весенним палаткам мы эту ситуацию разрешим. Согласно мероприятии по ликвидации последствий разливов фекальных вод, администрация поселка обязана очистить территории разливов от льда и обработать места загрязнений. Мы будем следить за ходом только начавшихся работ. Каждому автомобилисту придется купить специальный жилет. С сегодняшнего дня водители в случае остановки их транспорта вне населенных пунктов в темное время суток должны быть одетыми в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала. ГИБДД поясняет, что закон направлен на повышение безопасности людей, находящихся на проезжей части, так как при наличии световозвращателей вероятность попасть под колеса движущегося автомобиля гораздо меньше. Однако наказание за несоблюдение этого пункта ПДД пока не предусмотрено. Но штраф в данном случае не самое страшное, подчеркивает ГИБДД. Ведь пассивная защита, возможно, сохранит человеческие жизни. Пункт правил дорожного движения в первую очередь направлен на повышение безопасности людей, находящихся на проезжей части. Ведь при наличии световозвращателей вероятность попасть под колеса движущегося автомобиля гораздо меньше, так как человека на проезжей части видно уже издалека. Таким образом, каждому автомобилисту придется приобрести такой специальный жилет-накидку или куртку и положить ее в автомобиль. В настоящее время наказание за несоблюдение данного пункта ПДД пока не предусмотрено. Однако штраф в данном случае не самое страшное. Ведь пассивная защита в виде таких жилетов возможно сохранить тысячи человеческих жизняк. Наряду с этим ГИБДД проводит акцию под названием «Безопасные каникулы». Цель – профилактика детского травматизма на дорогах, рассказывает Кристина Якупова. С приходом весны на улицах города стало больше людей и машин. Поэтому в зоне внимания особо оживленные места, где родители проводят время со своими детьми. С 15 марта по 31 марта на территории Республики Саха-Якутия проводится профилактическая акция «Безопасные каникулы». Сотрудники госавтоинспекции не только в местах массового скопления людей, но и в образовательных учреждениях проводят профилактические беседы о соблюдении правил дорожного движения. В каком классе учуешься? Второй. Второй класс. Какая школа? Деда. В целях профилактики детского дорожного травматизма родителям раздали вот такие памятки с правилами поведения детей вне дома. А детям, которые обещали соблюдать эти правила, выдали вот такие закладки для учебников. Сегодня нам дали закладки, чтобы мы соблюдали правила дорожного движения. Дети обычно схватывают все на лету. Но порой бывает так, что несложные правила дорожного движения запомнить им очень нелегко. Хочется напомнить учителям и родителям, чтобы также провели с детьми перед каникулами профилактические беседы и занятия. Во многом безопасность на дорогах – это вопрос воспитания. Взрослым рекомендуют показывать детям наиболее безопасные маршруты, объяснять правила дорожного движения и не забывать про светоотражающие значки. Мы постоянно, когда я отдыхаю, каждый выходной ходим гулять. И на каникулах постоянно везде ходим. Проводите ли вы профилактические беседы со своими детьми? Конечно, каждый день проводим. Как нужно переходить дорогу, на какой свет светофора. Обязательно, я думаю, они это должны знать с самых малых лет. В автомобиле специальное кресло, чтобы пристегивать. Дети должны быть пристегнуты обязательно. В случае ДТП, чтобы ребенок был пристегнут всегда. Инспекторы заявляют, без участия родителей полученные знания будут неполными. В первую очередь, правила дорожного движения должны соблюдать взрослые. Ведь самое эффективное обучение – личный пример. Кристина Якупова, Павел Пахомов, Якутск. Специальный отряд быстрого реагирования Якутии «Алмаз» отмечает 25-ю годовщину со дня основания. В работе элитного спецподразделения Якутского СОБРа репортаж Петра Говарова. Лихие 90-е. Страну захлестнула волна организационной преступности. 20 марта 1993 года в Якутске создается специальный отряд быстрого реагирования – СОБР. В составе управления по борьбе с организованной преступностью МВД бойцы СОБР включились в борьбу с терроризмом и бандитизмом. Когда создавался отряд, отцом основателем был генерал полиции Измеров, который и заложил всю подготовку, физподготовку. Мы поддерживаем эти традиции и до сих пор стараемся улучшить и умножить наши умения и знания. Вот это был самый первый шеврон всех подразделений быстрого реагирования. Он был принятый по всей России. Это был уже наш шеврон, видите, с изображением рыси. Вот здесь написано МВД РСЯ. А вот это шеврон подразделения «Рысь» – Главное управление по борьбе с организованной преступностью. Узнаваемый по всей России символ СОБР – рысь. Однако якутские бойцы отличились. Символом всех подразделений СОБР была рысь. В результате определенных оргштатных расписаний руководством МВД России было принято решение всем подразделениям по Российской Федерации придумать свои названия. И в результате голосования нашего коллектива пришли к общему мнению и придумали название «Алмаз». Все, которые клинки повернуты вверх, это именно зарубежных подразделений шеврона. У них меч именно приведен уже в боевую готовность. То есть боятся и готовятся напасть? Да. Сами первыми? Ну да, получается. А мы тогда, получается, как оборонительные, спокойные, пока не ударят? Мы не ответим. Мы не ответим. Сейчас у меня в руках антиснайперская винтовка, которая предназначена для ликвидации снайперов противника. Скажу вам о винтовке. Калибр здесь 12,7. Если сравнить, то он похож на БТРовский калибр. В октябре 2016 года СОБР вошел в состав войск Национальной гвардии Российской Федерации. Здесь идут уже новый выпуск. Были раньше АК-74, АК-47 были. Сейчас вышли уже АК-105 и АК-104. В преддверии празднования 25-й годовщины создания специального отряда быстрого реагирования «Алмаз» Хочу поздравить всех ветеранов, всех действующих сотрудников с этим прекрасным днем, пожелать здоровья, счастья и мирного неба над головой. Работы СОБРа не принято афишировать. Герои остаются в тени. О их подвиге знает вся Россия. С юбилеем СОБР! Петр Говоров, Василий Слепцов, Якутск. Сейчас короткая реклама. Смотрите далее во второй половине нашего выпуска. Диагностика одного дня на базе женской консультации города Нерингре. Послезавтра начнется работа по новому направлению комплексного медобследования. Работа будет продолжена и после выборов. Доверенное лицо Владимира Путина Павел Маринычев дал интервью нашему телеканалу. Все ради детей. В Алдане женщина-предприниматель два года назад через бизнес-инкубатор открыла кружок для дошкалят. Как сейчас работает это учреждение? Это итоги дня. Мы переходим к другим темам. На базе женской консультации города Нерингре с 21 марта начнется работа по новому направлению комплексного обследования диагностика одного дня. Цель раннее выявление онкологических заболеваний. Современный подход и оборудование позволят пациентке пройти осмотр с минимальными затратами времени и в максимально комфортной обстановке. Время и номера телефонов для записи вы видите на своих экранах. В течение одного дня будет проведен осмотр врача-гинеколога, онкогинеколога и другие обследования. По результатам комплексного обследования женщины смогут получать полную информацию о состоянии своего здоровья и ответы на интересующие их вопросы. Призвать всех женщин с большим вниманием относиться к собственному здоровью, чтобы уменьшить число страдающих от рака. Зачастую из-за бессимптомного течения и недостаточного внимания к себе пациентка обращается к врачу на поздних стадиях, когда вылечить болезнь практически невозможно. В Алдане женщина-предприниматель года два назад открыла через бизнес-инкубатор кружок для дошкалят. Как сейчас работает это учреждение, сюжет Татьяны Вахниной. Первый раз в первый класс – знаковое событие для всей семьи. К школе ребенок должен быть готов. Помимо развития внимания и усидчивости, освоения счета и чтения, дошкалята должны овладеть не менее важными навыками, главные из которых – умение общаться. Ребенок должен с легкостью адаптироваться, и психологический комфорт, то есть психологическая готовность к школе является неотъемлемой частью. Дети учатся общаться и раскрывают таланты, играя в кружке малышок, открывшемся два года назад в бизнес-инкубаторе. Руководитель кружка Ирина Лопатина дошкалятам отдала почти 40 лет, и сегодня свой опыт воспитательница передает молодым мамам. Чем раньше они начнут развивать своего ребенка, тем успешнее он будет в жизни. А что такое жизнь? Жизнь – это сад, жизнь – это школа, жизнь – это работа. Возможность начать собственное дело воспитательница дала господдержка. Ирина Лопатина получила грант для начинающих предпринимателей. На 300 тысяч были куплены игры и тренажеры. Множество атрибутов педагог мастерила своими руками. О том, что решилась на самостоятельность, Ирина Владимировна не пожалела. Нет, нисколько, потому что я фанатка своего дела. Мне очень нравится, я очень люблю детей, и очень приятно с ними работать и давать им свои знания. Кружок малышок посещают дети от двух до восьми лет. Для каждого возраста применяется своя развивающая методика. Кружок нужен, потому что это единственный кружок в городе с наклонностями именно на развитие ребенка. Мелкая моторика и чтение, и счеты учат именно дошкалят. О будущем педагоги задумываются не без тревог. Начинающим предприниматель является в течение трех лет. И скоро малышок не сможет арендовать площадь в бизнес-инкубаторе на льготных условиях. Чтобы кружок оставался востребованным и доступным, господдержка от государства необходима. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Маэстро Станиславу Афанасенко исполнилось 70 лет. Празднование юбилея прошло сегодня в театре оперы и балета. Концертную программу посетили выпускники, а на сцене выступили юные ученики. Зрители впервые услышали выступление так называемого ансамбля будущего. Прославленный коллектив скрипачей региона может похвастать десятками выступлений в городах России и за рубежом. Примечательно, что концерт воспитанников заслуженного деятеля искусств России впервые будет дан в городах Нерингре и Алдан. С гордостью подхожу, подошел к своему юбилею, потому что очень тяжелый труд, очень тяжелый труд по воспитанию молодых скрипачей, профессионалов. Не просто у нас в школе учат общему развитию, а именно готовят профессиональных музыкантов. Но это все компенсируется одним положительными эмоциями, положительным стрессом после их выступлений на сцене перед какой-либо аудиторией. Таковы итоги дня. Оставайтесь в Якутии 24. До встречи.